15-й год подряд ипархиальный Никольский крестный ход объединил в общей молитве сотни жителей Курганской земли и гостей региона. Двухдневный путь паломников лежал к месту явления в 1749 году чудотворного образа святителя Николая. 6 часов утра. У Георгиевского храма в поселке Увал уже очень людно. Именно отсюда начнется 15-й Никольский крестный ход до села Утятское Притобольного района, где пребывает святыня Зауральской земли, чудотворная икона святителя Николая. Перед началом шествия митрополит Курганский Белозерский Иосиф возглавил начало богослужения, прочитал молитву о путешествующих и напутствовал паломников архипастерским словом. Крестный ход – это молитвенное шествие, которое совершается для того, чтобы наша земля освящалась молитвой и призыванием имени Божия. Чтобы она освящалась призыванием имени святого угодника Божия, великого чудотворца, святителя Христова Николая. Крестный ход, объединивший более тысячи курганцев и гостей Зауралья, традиционно проходил по двум маршрутам протяженностью каждые около 40 километров от Георгиевского храма на Увале и Петропавловского в Черемухово. Путь следования пролегал через зауральские села Китова, Курганская сельхозакадемия, Лесниково, Бараба, Темляки. В первый день шествия крестный ход и всенышное бдение завершились в Богоявленском храме села Утятское. По традиции на следующий день более тысячи паломников участвовало в воскресной божественной литургии и причастилось к святых христовых тайн. Богослужение возглавил митрополит Иосиф. По окончании литургии был совершен крестный ход от храма к реке Серебрянки. Именно здесь в 1749 году была обретена икона святителя и чудотворца Николая. Историю, которую передают уже более двух с половиной столетий, гласит, что одна местная жительница по имени Секлитея почти у самого берега увидела на воде широкую темную доску. Она попыталась достать ее, но не смогла. Доска все время отплывала от женщины. Оставив попытки и выйдя из реки, Секлитея почувствовала на себе взгляд и оглянулась. Из-под речного песка и тины на нее смотрели глаза. Женщина позвала священников и народ, доску взяли из воды и, омыв, увидели образ святителя Николая. С тех пор он хранился в местном храме, а после его закрытия до 1989 года в Краевическом музее. Сейчас чудотворный явленный образ вновь возвращен верующим и к нему совершается паломничество. Я вспоминаю первый крестный ход, еще раз повторяю, что когда мы шли вдоль всего нашего пути, деревни были все заброшены. Было как-то такое состояние унылости, я вспоминаю. И народ выходил и не знал, кто мы такие, что почему мы несем икону, почему идем так все крестным ходом. Но уже сейчас, проходя, прошло уже 15 лет, я вижу, как этот наш путь возродился, там построились новые дома. Люди нас встречают, уже ждут. В этом году крестный ход собрал не только зауральцев, но и паломников из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и соседнего Казахстана. Владыка Иосиф по окончании крестного хода отметил, что это единение народа и духовенства во главе с архиереем – важнейшее условие возрождения и церковной жизни, и нравственного духа в обществе. И выразил надежду, что в будущем году этот крестный ход соберет еще больше неравнодушных людей. Наталья Шуплецова, Евгений Перминов, Сергей Касьянов. Пресс-центр Курганской митрополии. Для телеканала «Союз». Продолжение следует...